Дакар – это, как говорится, на выживание. Что пилота, что автомобиля. После Дакара можно говорить, что какой-то опыт есть, есть над чем работать, делать над чем выводы. Но, например, если вспомнить себя на старте первого спецучастка Дакара и последнего, то я могу сказать, что это два разных человека. Я считаю, что это довольно высокий результат. Все-таки мы финишировали, во-первых, оба экипажа. Это уже большая заслуга. Ну и 21-27 место в зачете грузовиков. После 31-го места в прошлом году и финиша одного грузовика, я считаю, это само по себе говорит. Психологически, на самом деле, было сложно, по крайней мере, мне, вот именно до старта. Самое сложное – это было ожидание в лиме старта и пролог, то есть выход на пролог. После того, как попадаешь в автомобиль, ну как-то, я думаю, что ребятам на биваке сложнее нас ждать, чем ехать. То есть сел, поехал, как бы все. То есть мандраж был, вот, говорю, до старта первого спецучастка 13-километрового. Уже, в принципе, вот на этот даже участок, на второй мы выходили, ну, все в порядке. А дальше, как бы, ну, делаем свои работы, все. То есть там было проще. Делили мы с Чехом 20-е и 21-е место. Гонялись, как говорится, по дюнам, все, шли в паре, как говорится. И он в какой-то момент обогнал, но переезжал там меня, может, на, не знаю, может, на минут 10. И, короче, после очередного выхода на дюнам, он уже, на второй дюнам, он уже перевернулся был. В 2011 году на шелком пути у нас же такая же ситуация получилась. Мы тоже перевернулись. И этот экипаж нам помог. Поэтому проехать мимо, это, как говорится, совести не хватило, чтобы проехать мимо. И вот мы их подняли. И так получилось, что вот они взяли 20-е место, мы 21-е. Был скоростной участок, уже в песках, вход в пески и очень длинная такая прямая, широкая, без холмов, без гор, без ничего. Просто гладкий песок. Ну, у нас произошла, скажем, у экипажа ошибка с навигацией. То есть у нас неправильно пробилось расстояние. То есть в роутбуке это место было отмечено. Но у нас по расстоянию, как бы, по нашим приборам до него было 500 метров. И мы, как бы, не избавляя хода, мы шли на максимальной скорости. Это ограничено 140 км в час. И получилось так, что за вход на дюну, то есть если смотреть сбоку, это выглядело так. Вход, вот мы едем отсюда, вход плавный. То есть песок все сливается, как бы, гладко. Но за ней был такой вот, ну, 90 градусов, обрыв где-то метр. А после нее сразу же опять подъем. И получилось, когда мы с этого обрыва полетели, чуть машина наклонилась вниз, а здесь подъем. У нас получился, как лобовой удар в следующую дюну. Ну, и все на этом, как бы, вот и началось. Не закончилось, слава богу, а только началось. То есть визуально глазами это увидеть, в принципе, ну, было очень сложно. Нельзя, песок везде одинаковый. И все гладко. Ну, в том месте, пока мы даже стояли, еще где-то 3 или 4 экипажа там повредили свои машины. Это были и баги, и джипы, но грузовики, вот мы были единственные из грузовиков, кто туда попал. Но, говорю, это вышло, в принципе, вот из-за сбоя у нас, как бы, в расстоянии. После дня отдыха, после теплого приема и после тех теплых отношений, которые у нас были с местным населением, выезжаем мы на старт, очень ранный старт. Четыре часа утра, еще темно, ну, и мы порядка, на скорости где-то там 90-100 километров в час движемся по дороге. По дороге общего пользования. Мы ехали как раз по так называемому Лязону к спецучастку. И из толпы молодежи среди вот этой ночи вылетает камень, ударяется нам. Хорошо, что не в стекло, хорошо, что не попадает в открытую форточку. Потому что могло привести к трагедии. Ну, ударился он в каркас защиты. Был сломан козырек, разбито зеркало, камень шел в сторону. Ну, вот, как бы, прием не всегда бывает такой. Здесь тебе улыбаются и хлопают в ладоши, а здесь из-под тяжка бросают камни-лубовое стекло. Фэш-фэш – это очень мелкая пыль, которая напоминает собой рассыпанный цемент. То есть я, например, как у Саши уже был опыт движения по таким, скажем, пыльным местам у меня нет. И когда мы попали в серьезное в одном месте, это был фэш-фэш, то мы хлебнули там горе. У нас были открыты окна, то есть у нас все это залетело в кабину. То есть видимость такая, что никакая, до того, чтобы он поднимается, как вода, просто это взлетает на лобовое стекло. Ее нужно защищать щетками тупые. То есть она столько садится. И когда мы попали в этот первый раз, то это было не просто удивление, это шок был. То есть как отсюда выехать? Потому что мы сидели втроем, и я у ребят переговорку спрашивал. Говорю, вы хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь видите? И все говорили нет. Мы еще и не дышим. Да, еще и при этом были открыты окна, то есть все залетело в салон. И мы таким образом где-то выезжали в районе, наверное, 18 километров. Вот это по такой дороге заняло там движение. Я даже боюсь представить, сколько это заняло времени. Я думаю, что не менее часа. Команда молодая, второй год только участвует в Дакаре. Соответственно, мы где-то немножечко не дотягиваем еще по технике, где-то немножечко не дотягиваем по опыту и мастерству по сравнению с лучшими экипажами мира. Но тем не менее, я еще раз повторюсь, 21-27 место. Это говорит о том, что среди экипажей всего мирового автопрома мы идем на 21-27 месте из тех же стартовавших 75 грузовиков. Ставилась задача предложить усилия, чтобы быть в 20-ке. Что у нас практически и получилось. Мы 21-е. Я думаю, что в следующем году, как показывает статистика, должны уже 11-е место занять.